Доброго времени! С вами я, Элитка Гадалка. Сегодня я вам расскажу о четырёх картах, которые вызывали в своё время вопросы у меня. То есть они мне казались сложными, похожими, запутанными. И просто вот когда они мне падали, особенно если они падали вот так вот вместе, просто вот приходилось хвататься за голову. Причём я создала специальный опрос. Достаточно много людей со мной согласны, что жезлы в принципе довольно-таки сложная масть. И двойка, тройка жезлов, девятка, семёрка имеют очень много сложностей. Может быть потому, что похоже они нарисованы. Поэтому если вам интересно, оставайтесь, попробуем вместе разобраться. Я не претендую, конечно же, на истину в последней инстанции, но я надеюсь, что мои какие-то выводы, мой какой-то опыт, да, поможет вам разобраться, либо прийти к своему ещё более интересному и полезному для вас мнению, да, те значения, которые будут работать ещё лучше у вас, да. Ну, во-первых, я начну с двойки жезлов. Значит, смотрим на неё. Во-первых, человек у нас не знает, куда ему. Или налево, или направо. Или к умным, или к красивым. И вот он на распутье. Он вот между двух таких, сказать, огней, он не знает. У него в руках земной шар. То есть он хочет ухватить много, а он понимает, что должен сделать какой-то выбор. Может быть, здесь даже есть в чём-то похоже с влюблёнными, хотя об этом мало кто говорит. То есть он ещё действий не делает, но он думает, как ему лучше поступить. Это вот похоже примерно на ощущение игрока, который играет в шахматы, ну или в шашки. И вот он думает, какой же фигурой мне лучше пойти, чтобы мне было выгодно, и чтобы я был героем, был победителем, ну и так далее. То есть точно так же и в аспекте отношений. Человек думает, как себя лучше вести, чтобы я получила максимум из ситуации. Получил, получила. То есть девушка думает, какое мне одеть платье. Это облегающее, в котором я стройная, красивая, или вот это, которым я цвет под глаза, да, и чувствую себя на все столы уверена. Вот примерно вот об этом двойка жезл. А на тройке человек уже окончательно утвердился, что ему делать и как ему жить. И совета он не просит, и решение у него есть. И вот этот третий жезл в качестве той чаши выбора, на которую он перевесил. То есть с одной стороны одна палочка, один жезл, а с другой стороны два. И естественно, он уже выбрал себе траекторию движения, и он будет неукоснительно следовать за ней. И будет идти вперед. Да? Вот. Плюс, опять же, путешествие аспект тоже может быть, потому что корабли, там есть корабли в его гавани, и причем не один, а целых три. Но об этом тоже все знают, об этом останавливаться не буду. Вот. Далее, у нас есть семерка жезлов и девятка жезлов. Не люблю ни ту, ни другую карту. Ну, девятку жезлов более-менее только в аспекте защиты. То есть на защиту она показывает, что человека хрен пробьешь. Что по семерке жезлов? Человек борзый, человек уверенный в себе, который пытается выстоять. Он знает, что ему тяжело. Он может быть где-то лезет на рожон. Он защищает себя, хотя он понимает, что силы не равны. По семерке жезлов это всегда неравный батл. Это такое соревнование, где ты, в принципе, еще молод, и ты не знаешь, что ты проиграешь. Ты не знаешь вообще, куда ты лезешь, и за что ты берешься, и что из этого будет. Ну, вот так вот. А вот на девятке жезлов человек уже знает. Человек уже получил, так сказать, конкретные оплеухи от жизни, да, от обстоятельств, от людей, которые к этому причастны. И уже, соответственно, подумает, стоит ли лезть. Ну, вот я могу рассказать такой пример из своей жизни. Вот у меня вот, например, ребенок пошел и стал говорить. Вот взрослые там парни по 20, по 19 лет ходили в детскую площадку и катались на качелях, которые были сделаны для детей. Он им говорил, когда ему, допустим, было 4 года, 5 лет, «Уйдите отсюда, это качели не ваши, эти качели сделаны нам». И, естественно, здесь была семерка жезлов, но он еще не знал, чем это чревато. И для него все это прошло, но учитывая его возраст, что эти здоровые парни встали и ушли. Но, когда пошел, и то же самое сказал мальчик постарше, и он конкретно получил по шее. То есть, очень важно для нас понять, что если у нас выпадает семерка жезлов, может быть, человек, вот, как говорится, спешит на молодость, может быть, и повезет, и простят, и для него это без каких-то последствий и следов закончится ситуация. Но если у нас выпадает девятка жезлов, то человек уже просто на грани, человек свои уроки получил, и, так сказать, не без следа для себя. Это касается всех сфер жизни. Это можно рассматривать и в аспекте отношений, и в аспекте здоровья, и в аспекте кармических вопросов, и просто предсказательных, каких угодно. То есть, просто мне хотелось рассказать об этих четырех картах жезловой масти, которую у некоторых людей, и включая меня в свое время, представляли для меня трудности. Вот, если вам интересно, пишите ваши комментарии, пишите ваше видение этих карт, я с удовольствием вас послушаю, да? И, если вам интересно, может быть, будем, так сказать, постоянно эту рубрику, и будем рассматривать по несколько карт. Пишите, до встречи, и пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok